Друзья, всем привет! Сегодня у нас годнота полезных советов и хитрости мастеров, которые реально выручают. Начнем, пожалуй, с простого и пойдем к сложному. Первый совет по стягиванию проволоки. Бывает такая ситуация, надо притянуть шланг на трубу. Хомутатель делать, конечно, это круто, классно, но это все долго, проще взять пассатижи. Но, чтобы было это эффективней, сделайте сначала небольшую петельку сзади, а потом делаем скручивание. Таким образом мы качественно стянем проволоку, и она будет плотно обжимать со всех сторон. Но что если мы, парни, простые? Пассатижи у нас не у каждого в машине или под рукой, то выход еще проще. Берем то, что видим, например, отвертку. Делаем два витка рукой, а потом дотягиваем отверткой. И получается тоже отличная стяжка. Запомните этот способ, друзья, ведь скручивать можно практически что угодно, и даже гаечным ключом. Еще одна быстрая хитрость касается сверления. Помните совет, типа используйте два бруска, чтобы получить вертикальное отверстие. Мы качаем мозг дальше, теперь нужен только один. Достаточно взять угольник и провести ровную линию. Далее ставим брусок и сверло выравниваем по линии, и получаем ровное вертикальное отверстие. Следующий совет очень актуальный для частного дома. Ведь всегда найдется покрасить какой-нибудь кусочек заборчика, дощечки, лавочки, песочницы, ну, которую надо обновить. Но вот беда, либо кисти засохли, или их вообще нет, а в магазин ехать неохота, выходной день, тогда выход прост. Раздобудьте канцелярские зажимы. Рассверлите пару отверстий в нем. И закрепите на два самореза, крючки, ну, старой кисти. Добавьте сюда кусочек поролона. И вот вам по сути бесконечная кисть, которая доработана, ну, буквально за копейки. Сделайте себе такую всего лишь один раз. И не нужно будет покупать десяток разных кисточек. Или еще замачивать их там в бензине, да, а бензин воняет, это пожароопасно. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Кстати, канцелярские зажимы очень полезны даже в строительстве. Я как-то себе делал пару простых прищепок. Ну, когда делал фасад своего дома. Так как одному было выполнить такую работу, ну, просто нереально. И даже когда мы обшивали домик 6х6 простым сайдингом, все равно одному работать не очень комфортно. Но на днях был на одном объекте и столкнулся с новым поколением сайдинга Альтоборд от компании Альтопрофиль. И выглядит он как фасадная доска. Сначала сделала обрешетку. Это такая уникальная пластиковая система крепления фасада. Вот ее преимущество это то, что она не гниет, не ржавеет, не является кормом для насекомых. Создана специально для сайдинга и повторяет ее геометрию. Ну, тем самым придает фасаду дополнительную твердость и жесткость. А также улучшает вентиляцию, обеспечивая воздушный зазор. Ну и собирается буквально как конструктор. После обрешетки идет уже сам сайдинг Альтоборд. Он толще и прочнее классического сайдинга. На вид вообще как дерево. Не ржавеет, не трескается, не горит, легко моется, устойчив к перепадам температур и не боится влаги. И вот самое сочное, монтировать легко и особенно в одну каску. Монтаж идет елочкой внахлест. Система замка позволяет легко зафиксировать доски. Короче, тупо поставил замок и начинай крепить саморезы. Но не забывайте, друзья, ни в коем случае не притягиваем саморезы наглухо. Всегда оставляем пару миллиметров для линейного расширения. И кстати, вот такой сайдик очень легкий и ударопрочный. Есть разная цветовая гамма и смотрится просто бомбически. Оставлю ссылку в описании на производителя. Зайдите, познакомьтесь. Это реально бюджетно доступно и я уверен многим пригодится. Возвращаемся снова к покрасочным работам. Если нам нужно обработать кусок доски, либо щит, либо какую-нибудь столешницу, достаточно просто по торцам с одной стороны вкрутить один саморез по центру, а с другой стороны два самореза. Второй будет со смещением. Поставить их на какие-нибудь упоры и спокойно обрабатываем. Будь там краской, маслом, лаком. Одну сторону сделали, спокойно перевернули и также обработали вторую. Таким способом у нас получается полная обработка заготовки. Как говорится, все гениально и просто. Если вы любитель инструмента и у вас есть много оснастки для шуруповерта, это там биты, насадки, сверла, заготовки, какие-то головки, переходники, то вот вам отличная идея для простого органайзера. И реально за копейки. Возьмем кусочек доски. У меня она в данном случае 30 на 95 сантиметров. Сделаем необходимую разметку и отрежем три заготовки. Ну, я сделал три. Далее, от края я отступил два сантиметра, ну, по краям, сверху и снизу. А каждый шаг делал по шесть сантиметров. И жирно расчертил линии реза. Далее, отступил три. Далее, отступил три. Далее, отступил три. Выставил пропил на торцовочной пиле пару миллиметров И сделал неглубокие резы Теперь осталось дело за малым Раскопал в мешке кучу заглушек по углам, по мастерской Ну, от канализационной 110 трубы Сначала нашел только 11 Потом еще разобрал одну банку с гвоздями В общем, 12, как и нужно И вставил сверху и снизу в пазы Чтобы получить размер доски нижнего и верхнего основания Отрезав заготовки, рассверлил отверстие Немножко прошелся зенкером и закрутил Для крепления на стену добавил пару уголков То, что было под рукой И получился у нас вот такой помощник Если память не изменяет, то одна заглушка обходилась мне в 9 рублей А самый маленький пластиковый контейнер стоит рублей 30 Но для хранения разной насадки для шуруповертов Это просто космос И не нужно теперь каждую битку вытаскивать с кучи И читать там, для какого самореза она используется И, кстати, советую один раз выучить Для чего нужна битка PH1, PH3, PH2 И жить станет намного проще Что скажете, как вам такой органайзер? Пишите в комментах, что думаете И поделитесь мыслями, как вы храните разные битки Сверла, насадки Ну, реально интересно Может, есть какая-то идея покруче Поставьте лайк, если понравился выпуск Вам не сложно, а мне приятно Подписывайтесь на канал, друзья Всем желаю хорошего настроения Легкой работы Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok